Добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут Марианна и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня видео уже традиционные впечатления сезонов впечатления весны закончилась весна пролетели три месяца а также пролетел май в этом видео я также покажу свои итоги за май что я вышивала в общем все в одном видео подведу сразу чтобы не снимались потому что я сейчас стал выпускать в мае начала выпускать вышивальные недели и уже сняла порядком трех недель по-моему да по-моему три недели 4 вам грузится или 3 или 3 в общем немножко спуталась вот еще сделала такую глупость когда загружала на компьютер очередную неделю скидывал со всех носителей да мне там выдалось что диск забит не не сбрасывается там эти видео вот и я поудаляла несколько недель вместе со всеми фотографиями там на начало месяца что у меня было наконец ну средина месяца фотографии все вот каждую неделю то что я делаю вот и удалилась все это безвозвратно почему-то там я нашимал да 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 там оказывается большой слишком объем папки и сразу не в корзину вообще выкинули и все вот такая печалька случилась нова на это не так важно вот и сегодня я в этом видео еще пока расскажу не только о себе ну и о всех итогах это этого сезона что я на вышивала что на вышивала покажу рукодели так на что вспомню расскажу что объем большой был получился у меня вот я уже как обычно прошлом году я говорила в этом году повторяю что у меня обычно летом рукодельные каникулы мало что рукодельничаю ну так память по минимуму иногда брала вязание но что-то у меня от вязания 5 отлегло вроде бы как бы захожу в вязальный магазин и прям хочется любую пряжу набрать сесть вывязать но в итоге понимаю что я все это не успею просто-напросто потому что сейчас еще летом у меня вместо рукоделия это сад огород и хозяйство естественно вот и также я еще летом работаю вместе с мужем фермерское хозяйство поэтому приходится помогать вот я тут смотрю в свой блокноте где я все записывала записывал я сначала марта записывала потом забыла по погоде по по всему пола во всем так и значит и это сейчас составила местную кратко это видео чтоб не забыть о чем говорить вообще вот ну и начну естественно как обычно с погоды здесь у меня записано что погода в начале марта первой неделе нас было как холодно мороз снег даже был начале марта у меня завалил сын очень тяжело температура высокая ну то если бы сейчас он так заболела ёпт на на увезли уже в центр район вот а тогда просто о розы поставили все вот потом у нас вторая неделя была марта что мне тут написано да во второй половину на вторую неделю марта нас прилетели уже грачи потеплело так значительно и вообще в марте снег той удар у нас был снег я уже говорил в прошлом сезоне снег таял от у нас на протяжении всего марта но несмотря на это река у нас вот вскрылась рано где-то в третью неделю марта и даже как я уже рассказывал прошлом году рванула плотина у нас ездить опять здесь но опять здесь 20 марта вот точно помню потому что мы с мужем в этот день поехали магнитогорск уже дочь у меня была дома здесь вот но к счастью вот этот потоп до нас вообще не дошел даже до дороги то наши как обычно это бывает река была большая полноводная но к счастью она к нам не дошла сюда до нашего двора вот он зато глыбы натащила эти ледяные вот и в даже в конце вот апреля уже марта уже даже лебеди летали вовсю прилетели еще даже помог снег лежал как-то все а в апреле вот как у меня написано уже забываешь же оказывается в начале апреля было холодно дожди снег даже шел как обычно это у нас всегда бывает так вот вообще в этом сезоне было много дождей в апреле и в марте просто нас погода баловала дождями очень даже сейчас уже вторая неделя пошла дождей нет сухо жарко и уже трава стала жухнуть вот так что ну я не могу сказать что апрель был теплее намного по по растению вроде теплее а так по моим понятиям как бы апрель как апрель был у нас вот но май был жаркий у нас все-таки можно сказать были похолодания там туда-сюда но все-таки было в мае жарко в мае температура воздуха до 30 это конечно жарко временами конечно падал и прохладно было всякой дожди шли вот я говорю но все равно этот май был теплый в сравнении с прошедшими двумя годами где вот например в семнадцатом так в пальто полмая проходили там вообще был период теплый как раз последний звонок когда у дочери была потом опять на куртке одели и было холодно да почти после 20 минут потеплел вот так вот бывает да но у нас в апреле почему мне показался такой средненький не очень теплый у нас бывает в апреле значит по 30 градусов в начале там где-то апреля бывало и такое вот но этот апрель как апрель то вот в марте как всем известно у нас начался вернее началась самоизоляция дети школьники они пошли на каникулы как положено на каникулы а дочь моя приехала у них 16 марта начался вот этот карантин у них у них так назывался карантин и она приехала 18 по моему числа до домой как раз вернулась вот ну и я как маму она мне когда звонила вид что мне брать там зимний осенью весеннюю возьми зимнюю куртку и весеннюю там на всякий случай а про уж то я вообще даже не подумала что улов она возьмет только зимнюю ну просто было почему-то такая мысль что просто я думал так что ну сейчас пару недель поможет максимум три и все это закончится и она поедет ну в концу апреля точно она учебу вот как там в голове даже не было такого что все будет вот так серьезно вот так что она взяла зимнюю обувь нас тут конечно дома есть кое-что из-за их старые обуви но так как она живет два года уже там екатеринбурге естественно все вещи вся обувь у нее там вот и вещь там не все были летние там массе и весенние да вот пришлось потом покупать но покупать пришлось то уже в конце апреля в начале мая даже в 3 мая ездили покупали ее обувь так она весь апрель в зимнем ходил не хотела наносить то что там есть старый вот ну и я говорю как-то вечерами было холодно все таки вот вот так пришлось ходить и в зимний потому что все магазины были закрыты у нас до конца апреля открылись они где-то я не знаю могут поехали 3 мая было уже все открыто вот мы единственное в марте успели с мужем съездить магнитогорск купить я там показал своих покупках в леонардо ходила да и все после этого и мы выезжали но только он по делам если сам вы ее а я выезжала вот лечила зубы ну вот так дотянула до последнего как говорит я же не думал что будет такая ситуация я думаю что спокойно вылечу зубы вот пришлось несколько раз съездить как раз когда начался вот эта вот изоляция где-то у нас очень строго с 28 марта все закрылось по моему так до этого мы с еще с мужем успели съездить купили сотовый поликарбонат вот и после этого прям после обеда уже объявили чрезвычайном положении у нас в городе и все и закрыли но этого не случилось чрезвычайного положения по крайней мере по сводкам все было тихо и спокойно вот но когда я зубы ездила первый раз отличить городе просто даже вот по дороге ехать 50 километров там тоже как апокалипсис был тишина спокойствие машин нету страшно даже было в город отъезжаешь пусто вот потом спустя две недели когда мы еще раз приезжал этом зубы лечить то уже люди похаживали тогда и вот уже в конце апреля мы были что мы с мужем быстро так съездили в конце апреля буквально там даже на окраине бы но уже заметно что люди уже ничего не боятся все свободно ходят ездят в масках почему-то в машине ездят а в городе вот я была последний раз на той неделе ходят без масок только единственное что пускают в магазин ну требует маски чтобы там перчатки все а так все свободно гуляют уже все ходят и магазин у нас открыт вот вот так да я ездила еще в апреле лечил зубы не долечил еще два просто потому что мне было тяжело эти два вылечить как оказалось ну дело в том что я всегда лечил в районном центре у нас есть клиника там медента эта клиника сейчас открылась тоже в городе вот нам как-то бы поближе нам как-то поближе в город есть 50 50 километров чем до районного центра там 80 порядок километров ехать на по объездной вот и я решила какая разница пойду в город и я для себя сделал вывод что лучше я следующий раз пойду районный центр туда же там не больше нравятся врачи и прошлый раз когда он съездил ездили с сыном два года назад лечили зубы у нас были зубы болели именно живые как они называются дай нам вдвоем ему и мне за час вылечили эти зубы с уколами все а этот я ездил первый раз полтора часа сидела второй раз два часа сидела я зуб не делали просто такой врач попался наверное очень очень все делает медленно в какой-то момент хотел сказать нельзя побыстрее это все делать а я уже просто устала сидеть первый раз когда я не вылечили первый зуб у меня шея заклинило спасибо подписчица мне написала в личку там видео с youtube какое по упражнение повода именно пар вас на там для шеи это упражнение было но мне честно но как-то помогло не особо видимо у меня что-то там защемило пока его так сидела два часа вернее полтора часа первые у меня головные боли начались просто вот весь апрель я шея болела и голова вот а второй раз два часа я просто там еле стала с кресла шатаясь голова голова кружилась вот поэтому не надо было долечить еще два зуба один живой у меня болит но зуб мудрости я уже думаю выдрать его и не мучиться самой наверное больше а вот один нужно восстанавливать зуб вот потом они у меня это челюсть целый месяц еще болела ныла вот и и вот этот зуб сейчас у меня в живой то болит по ночам особенно до двух часов я в мае слежу больше с зубом чем лежу и думаю лучше вышивала наверное вот вот такие дела лично мои были неприятные такие по зубам может быть вот может не стоит вам рассказ но просто вот есть с кем так вот делюсь вот ну и конечно всем наверное известно что у кого дети что в этот период началось онлайн обучение которому мы как выяснилось не все готовы и не знаем что это такое в общем пришлось загрузить у сына там и ватсап вконтакте зум я еще не знаю что у них там может было но мне пришлось загрузить ватсап себе чтобы следить за тем как потом они отмечаться тоже главное чтоб ответились потому что большинство предметов шли как кейс то есть им давали задание самостоятельно не делали из-за того что не всегда не учителя или быть дети не могли выйти в этот зон еще куда-то в день там онлайн занимались вот по причине плохого интернета потому что у нас интернет ужаснейший дерево просто отвратный хотя мы платим за интернет 590 рублей как за как в ростелеком 6 шестерка что называется вот как-то приезжали когда ремонтники над нами посмеялись уже рассказывал зачем он такой скоростной интернет да хоть хоть чтоб хоть как-то пахал у меня сейчас видео грузится началось грузиться с 12 ну 00 значит 31 числа и до сих пор вот уже у меня 1 июня одно видео слетело затормозилось не стала грузиться а второе вот со вчерашнего дня заново грузится там и не на процентов 70 только сейчас у меня сколько мне сейчас время я уже своих вышивальных неделях сказала почти 4 часа вечера вот полки и как он там 4 часа дня в общем вот так до сих пор то видео не загрузилась какое уже онлайн обучение какое уже там у нас как онлайн голосование про чипируем таки вообще смеюсь у нас у меня мегафон например если я на первом этаже еле ловит просто ешку или 3g максимум может поймать где-нибудь основном на второй этаж надо подняться если кто у кого нет второго этажа им что на столбы лазить 3g ловить да просто если не вай-фай то вот такой вот у нас интернет тупой тупой вот нам он по вот этому ростелекомыска интернету все меняли приставки линию все поменяли единственное это скорее всего это то что нам снижает скорость интернета потому что когда звонишь и ругаешься бывают сутки нормальной скорости а потом опять падает и но чувствуется же это же то что они давно говорят перезагружать еще что-то ну просто лапша лапшой вот так что какой там 5g как мне спросил сын когда у нас будет 5g интернет просто смешно в деревне 5g интернет а про чипирование вообще молчу у нас некоторых деревнях вообще никакого интернета нет так что чего бояться то когда им нам уже 20 лет его обещают вот этот все мои такие мысли по поводу всего этого онлайн онлайн жизни да по всей этой жизни онлайн никакая она может быть в нашей глуши в частности вот ну и как бы итогом этого онлайн обучением был у нас онлайн последний звонок вот честно скажу я даже прям очень видно было до слез обидно это все было последнего вчера так и вовсе стал еще обиднее почему там сейчас расскажу почему вот но вот просто как если честно то для меня как-то это вот по сравнению с таким человеческим контактом с таким звонком который проходит в школе непосредственно когда все там нарядные красивые и учителя родители все дети это такое впечатление не забываем но это вообще просто никак никак не как видела видео девочка кому кто-то скинул идет плачет и говорит что он закончила школу вот это вот онлайн последний звонок просто ужас ужасный на самом деле так ничего не заменит такого человеческого общения и именно никакой онлайн общение никакой онлайн звонок ничего нетами даже вот оффлайн обучение она не может ник вернее онлайн обучение но не может заменить оффлайн обучение это онлайн обучение то самостоятельно по сути обучение и вообще переживания были по поводу вот сдача огай уже просто просто счастье что его отменили и как оказывается можно поступать в колледж нафиг но извините сражение не нужно это огай а вот единственное что вот из всего этого было это отмена огай но вот егэ конечно состоится вот такие вот впечатления по всем этим вот самое за по всей этой самоизоляции по всей этой якобы такой мы две недели просидели и все по сути все потом у нас работа началась жизнь закипела тем более живя в деревне какой там самоизоляции мы все равно есть ходим везде общаемся вот вот так а в мае тем более все открыто все везде доступно только вот обучение он и последний звонок вот так еще почему у меня возмутило зачем этот последний звонок онлайн нужен когда у меня у меня папа заболел на той неделе они все боялись ехать вызывать скорую помощь увезут положу до сейчас они со второго раза вызвали эту скорую только скоро сказал пневмонии туда привезли сказали у рз правда взяли по моему анализ на коронавирус там вот и отправили домой чего боялись вот чего все боялись если аэро заезжайте домой и сами там лечить вот сейчас уже думал так и не написала пришел к ним врач потому что и она заболела тоже что-то подозрительное понятно что что-то не то да вот с родителями пожилыми тоже нелегко с детьми проще и можно приказать что они остались дома и все они останутся родители вот бесполезно было говорить чтобы они сидели дома мама конечно что мы никуда не хотели нет нет мы только вот ходили туда-сюда туда-сюда получается никуда они не ходили но вот туда ходить туда ходили туда ходили вот так теперь заболели не ну может еще конечно и поветрие какой-нибудь хотя в это время я чуть не помню чтобы такое было у нас там у разы вот это вот так таким чтобы у нас было вот такой разы чтобы с такой температурой в это время вот единственное что могли бы простыть конечно смена погоды туда-сюда то тепло тоже прохладно то ветер вот может где-то поддумано все таки еще май и ветер у нас прохладно несмотря то что там 37 градусов ветер все равно не такой вот бывает в июле как в июне даут он сухой жаркий горячий он еще не такой и вечером ночью уже к ночи уже прохладно становится а летом у нас может быть 25 даже ночью вот поэтому можем а могло конечно поднуть если где-то что-то если только папа заболел но и мама завалила вот так поэтому на этом фоне раз ничего страшного нет зачем был последний звонок онлайн непонятно вот ворчу по-стариковски на всех поворчал но растелеком разворчалась ужаснейший интернет если у нас был другой провайдер мы конечно его бы заменили с удовольствием был бегом и вприпрыжку вот так ну еще такое впечатление было этого сезона это не то что главное это даже не главное но просто я уже об этом снимала видео осторожно мошенники своих видео вам начало мая было по покупках за апрель да и там я рассказывала как и нарвалась группе вконтакте на мошенников прям вот прям именно в тот период начала мая перед майский праздник я заметил период значит новогодних праздников период там 23 8 марта не активизируется период 1 мая так что у нас там следующий какой праздник будет так чтобы нужно быть бдительным в этот момент вот но сейчас пока ничего не заказывал в контактах вконтакте я все уже практически получила сейчас сниму видео о покупках и покажу вот расскажу все это вот но нарвалась на мошенников ладно ничего бывает как бы все это пережили вот спасибо подписчикам моим который меня поддержали особенно под одной подписчице которую зовут ольга видео покупках и подарках у обо всем узнаете вот просто подъяли в них настроение вот это что я хотела вам рассказать о ну про все свои дела проблемы в этом сезоне дальше по значит рукодельным таким по вышивальным моим итогам я сейчас вторую часть видео покажу вам все свои итоги за май что у меня там вышивалось но так расскажу сколько работ у меня было вышито что я вообще вышивала в этом сезоне и первой моей работы в марте 3 марта ну пусть она будет за март раз она ушла но в основном я вышивала конечно же феврале большую часть там написано 26 января он был начин а нет не помню в декабре по-моему начинал и закончила в начале мая от этого кота наблюдателя вот есть у меня видео оставлю ссылочку на этот законченный процесс как и что я вышивала по какому наборам все это у меня есть на канале вот и второй сюжет был закончен тоже в марте так какого мне числа был закончен я про него вот знаете если честно двадцать четвертого марта я вообще про него совершенно забыла оказывается я думала что у меня всего две работы закончена оказывается нет я забыла про этот маяк я его закончила 24 марта начинала я его в апреле прошлого 19 года и вот марте его завершила вышивается легко и просто так за три месяца можешь забыть что-то там вышивала уже вот такой сюжет у меня был вышит в марте закончен и еще один сюжет в апреле я его начинал по моему в конце февраля начале марта это ателье атлас от алены кошкиной по схеме на авторской вышивала это было закончено в апреле знаете я сейчас зашла в этот блокнотикс вы как оказалось у меня там не записано по этому сюжету ничего а естественно саги я все удалила уже и сагу и вот эту схему и саде тоже все весь результат когда начинала сколько ну что ну в принципе это неважно уже потому что сюжет вышит сюжет готов и вот у меня здесь висит и у меня висит здесь ателье ангел там видно наверное на плохо видно и у конечно же и здесь просто вот так вот на натянутом не просто на булавочку я вот сюда вот так же вешаю рядом и все здесь не видно я потому что камеру переставил этого было видно вот в общем в три работы я вышила за сезон но в мае у меня не было ни одной готовой работы в мае у меня были трудовые будни вот и вообще в этом сезоне я вышивала значит кота леонарда я его начала так же где-то вместе с это ли я пласку от леонарда и и и какой-то еще клематисы я начинала вот и сейчас я покажу вам тоже и ведь клематисы свои продвижения что у меня там было выше что у меня сейчас на данный момент вышито вот потом еще я вышивала маке от алисы корзина маков от алисы правильнее он называется которая начала прошлым летом в июле а вот очень мало продвинулась очень у меня были большие планы но к сожалению что-то у меня в этом году я замечаю низкая работоспособность по вышиванию прошлом году я вышел гораздо больше за этот период даже за рабочие вот нет ну не так кажется по крайней мере я потому что я что-то все время начинал я в этом году все либо за начинаю заканчиваю либо продолжаю вышивать то что у меня в прошлом году было начато очень мало нового и это меня очень сильно раздражает и тяготи потому что по плану у меня по факту ничего не выше всего по-моему одна и две работы хотя вот по блокноту с 2000 начало 2020 года мне уже десять работ вышито странно не знаю даже как это так у меня ну все такое знаете не очень-то и большой все мелочь какая-то вот пока больших работ не выше то у меня по плану у меня всего надо было взять одна работа вышито и все по-моему вот что я делал сделал такой вывод что он когда я много чего начинаю много чего не по плану у меня больше как-то законченных работ больше результаты я не знаю почему когда много работ начатых они наверно как-то тебя подгоняет вот поэтому на этот месяц по крайней мере я но там все зависит от того как придет заказ мой на нитки хочу начать один сюжет еще помимо планов и еще один помимо пор и мимо планов то есть три сюжета на лето хочу помимо планов начать но и по плану и так что-то посмотрела я все что хотела я ничего не успеваю я ничего не закончила еще до конца то что у меня вы вышивается по плану два сюжета они еще там на половине ну может клематисы больше половины выше что вот как-то как-то не знаю я что это такое сейчас лето хочется немножко и отдыхать и другой работы поделать и как-то в этом году я больше как-то садом занималась в мае чем вышивка и вообще чем отдыхом даже вообще до вот но это тоже необходимо потому что сад требует уход вот такие у меня итоги да еще так да у меня еще были рукодельные работы здесь наверно ничего нет рядом со что-то я декупажила что-то там рисовала что-то шила я уже сейчас даже все этом столько я не отмечаю и поэтому я не помню если честно что я там творила это все уже в моих видео есть и как бы видеодневник там все есть вообще помню только наволочку с этими с маками которые я сшила и маски маски все вот это я помню а что еще такой мелочь делали ну как-то что-то с пасхи делала что-то еще такое вот но все такая мелочевка так что вот такие у меня итоги за весну вот такие продвижения сейчас я включу вторую половину видео для тех кто любит только про вышивку далее у меня выйдет видео про покупки пусть небольшие им про подарки про покупки пусть небольшие но все-таки покупки я делала вообще я в этом месяце покупки не делала большие потому что это заказ вообще перевыпуска был с февраля месяца вот только я уплатила за это заказ и все да спасибо большое вот именно аннушки и ирине глуховой за то что они вот откликнулись и я когда вот попала с этими мошенниками да если кто еще не знает мне карту пришлось заблокировать естественно не могла платить заказ я обратился к аннушке и к ирине что я не могу в данный момент оплатить заказ можно вот там подождать до такого-то числа на что они любезно согласились подождать и ирина глухова на уж конечно мне даже как-то писала что я всегда оплачиваю заказ что она за это благодарна поэтому она мне поэтому она пошла мне навстречу и я заплатила уже когда смогла вот и поэтому я полу ну и единственное что я вот эти в этом месяце пельца эти купила которые покажу еще одни да но я уже про это много раз говорила еще одни пельца я покажу их в покупках еще раз впечатление по ним уже теперь расскажу своим вот и и я уже выкупил когда смогу когда получила карту потому что там все денежки были у меня заблокированы этой карте вот так что вот так вот так мир не без добрых людей вот так поэтому заказов у меня было мало зимой вот сейчас только у меня случился на на солнечный удар он появилась много желаний много новых хочу шик хочется много чего заказать вот так что не сдержалась и сделала недавно сейчас часа два назад заказ ну как не сделать когда бесплатно с доставка в мир вышивки до 1 июня была сегодня 1 июня как раз все и до 19 июня если кто еще не знает в леонардо тоже будет бесплатная доставка а там некоторые наборчики особенно от алисы некоторые есть еще по старым сценам вот хотелось бы купить кое-что да вот так у меня бывает летом день рождения еще не скоро желание много вот ну все давайте перейдем уже ко второй части моего видео моим итогом за май так у меня сейчас это самый наиболее главный сюжет на данный момент основной это код леонардо всем известная димэншн сейчас я вставлю фотографию на момент начала мая мая так как я читаю все таки за май сейчас в данном видео тоже вот поэтому фотографии ставили на начало мая что у меня было так так ну а сейчас у меня что получается вот такой код у меня сейчас вышивается на протяжении всего мая вот сейчас конечно я меньше занимаюсь потому что я сажусь вышивать его ввесми ниточка осталось сейчас я пробую обратно за заправить чтобы она не мешала я меньше вышивая сейчас это вообще этот сюжет сажусь уже где-то после девяти вечера вот и где-то до двенадцати максимум до пол первого могу посидеть так что аккаунт восемнадцатый вышивается до для меня немножко сложновато иногда глаза устают уже смотреть на это вот но это станок большой днем я вышивать за ним не хочу огромный вытаскивать надо садиться устраиваться вот а днем я сажусь но застичь смарт что более мобильна для меня сейчас вот так что вот что у меня получилось на за месяц в общем весь месяц я вышивала только этого кота в основном хотела его успеть закончить но не получилось осталось мне еще вот такой один цвет здесь заполнить вот это место это уже сделано и вот здесь мордочка и все я буду заполнять вот эти пустоты одним цветом где-то примерно все это до этого места все будет это думаю быстрее будет уже конечно же и потом уже вышивать буду мордочку и уши тут уже ну немножко есть смесь цветов вот так что не знаю за ими конечно вряд ли я его закончу я уже не надеюсь на это вот так поэтому хочу закончить сейчас вот большую часть вот эту и здесь уже перекрутить сюда немножко вниз опустить чтобы не тянуться уже сюда конечно здесь я думаю что я все-таки сверху наверно буду планку пришивать еще у меня есть старый канвы кусочек есть и потому что ну тянуться вверх неудобно и даже сейчас уже немножко неудобно поэтому я опущу подошью и вот чтобы вот в этом на этом участке вот до этих пор только вышивать вот так так же я делала на рождественской деревне тоже пришивала планочку в принципе этот сюжет не особо сложный конечно вот здесь внизу много на смеси было всякий но кот вышивается как-то более-менее нормально тут в основном выкладывается одно пятно и она как бы обшивается и обшивается и обшивается вот получается так вот так вот такой результат на май месяц у меня с этим котом как-то прошлом году сирене у меня легче шла веселее может 14 каунт был хотя там тоже цветов намешанные я ее в срок как и планировала уложилась до конца мая нет ну начале июня и вышла уже 7 июня у меня была уже готова здесь же я уже конечно же не чаю этого поэтому вот так все таки остается пока у меня на этом этапе этот сюжет ну что я его буду продолжать встретимся с вами в конце месяца те кто смотрит только отчеты к те кто смотрит мои вышивальные недели они конечно будут следить за тем как он будет обрастать уже и за каждую неделю уже виден какой-то результат все но на этом по этому сюжету все у меня а а сейчас я покажу вам остальные свои несколько сюжетов которые я вышивала в мае и первый такой сюжет у меня был это сюжет голуби начинала ее в начале мая так сейчас это сюжет от рт о все покажу у меня вот такое превью голуби от арта и вот что у меня на данный момент выше потому что всего 20 процентов по саге да я заказывала перри набор у девушки который зовут статья на вконтакте вот перри набор сделано мне для саги в общем все те же значки все как в схеме очень удобно вот потому что не знает устную здесь намешано цвета поэтому вышивать именно по схеме по такой схеме как у рт о вот такой да и не очень удобно было причем она огромная и склеила конечно я потому что не могу по-другому там ключ тут ключ тут ключ очень вертеть все это надо все ключи все находятся вот еще раз покажу на одной схеме так у меня дверь открыта шуршит вот здесь ключ здесь ключ в общем все на одной схеме поэтому я заказала перри набор это удобно никаких проблем единственное неудобство что это равномерка здесь вам я не могу на ней не стала это кручено украшение делать разметку и поэтому немножко медленными движется процесс вот буквально вот это все и на вышивала за это время вот нитки здесь уже я показывала в вышивальных неделях по моему это все нитки здесь на двух планшетках вот здесь два бленда но блендов и здесь не два конечно несколько но два именно вот так они только в блендах участвуют эти нитки наверное вот в общем вот такой процесс у меня был в мае он у меня вот так на пяльцах нурги но здесь держатель я потому что вышиваю на веранде на диване вот только на веранде никуда не таскаю вот это пяльца нурги которые теперь новые популярные да я купила в пчелках и заказал еще филькиных рукоделках все у меня будет о покупках видео это будет сегодня сожалению почта закрыта поэтому ну так не получила я все все чтобы доснять видео так следующий мой процесс был это сейчас который из них это маки по моему да маки от алисы сейчас ты положу приблить так вот она у меня все вот здесь просто я вот так все вот так в конверте как лежат таких моих да и у меня сейчас выше то полном 33 процента на этой работе вот те кто смотрит мои недели они уже знают на данный момент сколько у меня вышита так ну да я фотографию ставлю что у меня было на начало месяца вышита вот ну и вот теперь ну и вот теперь вот такой результат нитки у меня на таком круглом органайзере сама она это покупала у леонардо сама тут немножко нафантазировала здесь у меня подписано по саге номера потому что этот сюжет я вышиваю тоже по саге нашла перенабор в группе по моему хомячки там есть все перена большинство перенаборов старых вот их те которые набор старый уже вот так что вышивать по саге его очень даже удобно хотя у алиса схеме мне всегда нравились они удобные ключ можно отрезать и вообще цветные но по саге еще удобнее в общем хорошему быстро привыкаешь поэтому вот так долго не буду рассказывать чтобы не удлинять следующий сюжет который я вышивала тоже в мае и вообще уже вышивая несколько месяцев по моему это клематисы чудесной иглы у меня тоже все сейчас вот вот так находится в ящичке здесь нитки лежат конверт потому что это этот сюжет у меня сюжет этой недели вот данный с 31 мая по 6 июня будет этот сюжет я его вот так развернувши извините снимать не стала натяжку снова делать неохота вот да он вот такой большой я даже не знаю как его вот так сделаю вот извините за помятость это вышивальный процесс вот столько у меня на данный момент вышита то есть то есть мне осталось по 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 схеме по фото вот здесь можете видеть так я даже ножнички забыл как всегда взять так по превью набор у меня вот сейчас остались вот эти два цветка вот эти и бабочки вот эти все тут совсем чуть-чуть вышивается он в принципе быстро если садится на прошлый раз когда я брала ту неделю когда вышивала я вышила вот эти два цветка например да то может один вот так за неделю вышли с этим с листочками вот не делала еще нижний фон пока не определилась нужно мне то вроде нужен то вроде не нужен потому что этот сюжет у меня будет в оформляции я хочу оформить сумочку вот конечно сумочка будет такая не маленькая больше как бы похоже на все-таки пляж на хозяйстве на пляж я не хожу на на хозяйстве точно всякий хлеб туда-сюда мне так сказать не конечно не хочется но посмотрим в общем если я до конца вот сейчас до вышью эти цветы и решу что мне делать все-таки оформлять как этот сюжет то скорее всего я до если не в прикладную вещь то я дошью нам полукрест а может быть дошью полукрест а потом уже решу вот но с каждым днем мне что-то все жалче и жалче его оформлять в сумку но очень хочется сумочку такую вот красивую иметь ну посмотрим вот так что вот что у меня за месяц вышелось то есть за месяц у меня по моему вышелся вот вот эта часть если я не ошибаюсь сама да ну вот что у меня сейчас на этот момент получается сама я забываю когда у меня что на какой момент выше то было вот такие предвижения за месяц у меня получились и этот сюжет я естественно дальше буду продолжать до победного конца хочу закончить этим летом сделать сумку уже может быть успею походить с ней у меня включились морозильные камеры так еще у меня два сюжета у меня тут полный безобразие сейчас в данный момент один вот такой был на нанесенке один вот такой этот сюжет я вышиваю когда монтирую то есть я его брала вышивать ровно четыре раза в месяц брала четыре раза в месяц а этот сюжет я взяла всего один раз в месяц и повышевала его всего лишь один раз за месяц и так у меня так что у меня тут у меня на значит полочки я взяла и ниточки все от него но у меня в сумке дорожной приготовлено на случай если я захочу куда-нибудь поехать его взять но в основном я его вышиваю когда монтирую видео и вот у меня на данный момент результат такой вот смотрите уже цветочки пошли корзинка вышилась вот такой у меня на май месяц результат буду я в том же духе продолжать опять несколько ну четыре недели надо будет смонтировать еще это видео на этой в этом месяце и видеопокупках так что раза шесть я уж раз шесть его должна взять в этом месяце и повышевать вот ну и вот этот все уже вокруг света вот в таком сейчас у меня состоянии тут у меня нитка прицепилась в общем я его брала всего лишь один раз вышивала за месяц и все он у меня шел как утренний процесс но по утрам я сейчас ничего не вышиваю вот так получилось вышивала это по утрам когда сына будила в школу там пока он собирался туда-сюда раз мы не вставали в школу то мы и не вышивали рано утром вот так вот что у меня сейчас на этот момент но хотелось бы его продолжить и естественно буду хотя бы раз в месяц но возьму на него повышевать это может быть и под больше возьмет получится вот такие результаты у меня за месяц то есть нет законченных работ у меня нет в этом месяце не получилось у меня было очень много работы в саду в огороде поэтому времени было мало ограниченное количество времени у меня всего лишь вот и летом обычно у меня всегда так вот дальше у меня есть конечно желание поначинать уже я кое-что заказала что я бы хотел начать прям вот хочу не могу это называется в общем солнце припекло летом видимо солнечный удар уже был и хочется что-то и покупать и начинать новое вот так так что зимой у меня такого нет ничего не хочется начинать хочется вышивать а вот покупать ничего не хотелось так текущие покупки были вот и все а сейчас у меня прям желание опять море море просто хочу шик в том числе и все еще не хотели вот так так что до следующем месяце встретимся с вами в конце вернее встретимся с вами в конце этого месяца посмотрим что у меня получилось и также посмотрим что же мне там захотелось начать может быть ну я покажу все это вот какие старты у меня будут два по крайней мере меня вот два два желания кое-что начать вне планов вне планов не вот еще какой я сделала вывод по планам что то что у меня напланировано и то что как бы это нормально да но то что я в этом году ничего вот внеплана не начинаю иду только по плану у меня прям и заканчивайте работа которая за прошлый год начала у меня прям просто вот от этой строгости от моей до такой шаг влево шаг вправо мне уже скучно во первых стало в этом смотрю по работам у меня как-то скудненько с работами с окончанием их и что-то как-то совсем не весело вот поэтому начинать вне планов что в голову сбредет что захотелось это в конце концов это же рукоделие зачем я себя так строго в рамках держу прям в черном теле можно сказать да подумала я решила что надо жить себе в удовольствие хотя бы в рукодельном хобби в своем начинать все что хочешь закончила не закончил неважно вот все это когда-нибудь тоже потихоньку закончится да кстати еще не два я хотела сюжетом начать а 3 вру вот ну кто смотрит мои вышивальные недели не уже об этом узнает так что все на этом все всем пока встретимся с вами в следующем видео в следующем видео об итогах кто смотрит только итоги на этом все желаю вам прекрасно провести этот месяц все таки лето отдых начинается хотя он у нас уже идет два месяца там да вот ну пусть он продолжится но уже не в том формате в каком он был в общем желаю вам его прекрасно этот месяц провести и встретимся с вами в конце этого месяца в итогах вот на этом все всем спасибо за внимание пока пока и